В эфире программа «Область культуры Афиша». Здравствуйте! В студии Ростислав Азизов. О самых интересных событиях ближайших выходных расскажу прямо сейчас. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Благовещенске выступит труппа Государственного академического малого театра 30 августа столичные артисты покажут спектакль в трех действиях под названием «День на день не приходится». Более подробно в интервью с директором театродрамы Татьяны Бединой. На нашей сцене впервые со спектаклем в рамках программы «Большие гастроли» в год театра приезжает государственный академический малый театр имени Александра Островского, который привозит к нам единственный спектакль. От нас этот театр едет в город Биробиджан, из Биробиджана в Хабаровск, из Хабаровска в Владивосток, Сахалин и так далее. Вот такой у них замечательный вояж. И у наших зрителей будет возможность, не выезжая в столицу нашей Родины, на театральную площадь, побывать все-таки на спектаклях прославленного легендарного театра. Кроме того, мы принимаем участие в «Амурской осени». И на нашей сцене проходит один спектакль, который конкурсный, и три спектакля, которые просто для того, чтобы как можно более широкий круг зрителей привлечь на просмотр спектакля «Амурской осени». Они все остальные спектакли камерные, но тем они интересны, что они на профессиональной театральной сцене. В этом году «Амурская осень» начнется 14 сентября. В рамках конкурсной программы покажут 12 спектаклей. Также пройдут кинопоказы и творческие встречи с артистами. Творческие встречи – это традиционная история для фестиваля кинотеатра «Амурская осень». В этом году у нас состоится очень большой и красивый творческий вечер вокальной группы «Чистый голос». Ребята из Белоруссии, постоянные участники фестиваля, но в большей степени они работали в каких-то сводных, больших концертах, представляя, внимание, амурскому зрителю один, два, три вокальных номера или произведения. В этом году будет их полноценный полуторачасовой концерт, поэтому обязательно приглашаю прийти. Удивительная по атмосфере группа. Еще один очень важный творческий вечер в рамках фестиваля кинотеатра «Амурская осень». Это творческий вечер, который посвящен памяти Олега Константиновича Маслова. Но на самом деле, так как очень большое количество мероприятий приходится в городе Благовещенске, и там будут читаться и стихи, и песни на его стихи, и будет очень много о нем рассказываться, то на амурской осени будет такой некий пролог немного в этом вечере. После этого выйдут артисты фестиваля кинотеатра и подарят свои произведения. Но очень важным моментом и нюансом, что все средства, которые будут выручены от продажи билетов, пойдут как благотворительность, как пожертвование на возведение памятника Олегу Константиновичу Маслову. Тоже очень важная для нас история. Еще одна традиционная история – это ледовое шоу в гранд-арене острова, вернее, в ледовое арене острова. Пройдет это 15 сентября в 15.00. Мы выбрали удобное время, потому что можно прийти вместе с детьми посмотреть на это ледовое шоу. Традиционной историей являются две звездные дорожки фестиваля. Одна пройдет возле общественно-культурного центра 14 сентября. Вторая дорожка точно так же запланирована в торговом центре Острова 21 сентября. И мы услышали наших зрителей, мы сместили по времени. Начало этой звездной дорожки, она начнется в 16.00, потому что это суббота. Это очень удобное время. И после сразу звездной дорожки на импровизированной сцене пройдет творческий вечер, встреча. Она будет абсолютно бесплатная для всех жителей и гостей города Благовещенска, которые окажутся в этот момент в островах. Пока же в Преамуре завершается подготовка к главному культурному событию этого года. Какой будет новая амурская осень, обсудили в региональном правительстве. Фестиваль проведут под лозунгом «17 мгновений осени». Побывать на киносеансах, как и в прошлом году, амурчане смогут бесплатно. Мы считаем, что это очень положительный опыт, потому что очень много желающих, даже те, кто не может себе позволить пойти в кино, именно в фестивальные дни может прийти на любой фильм, взять билет в кассе и прийти со всей семьей посмотреть любое произведение. То, что касается спектаклей, мероприятий, моноспектаклей, то мы постарались оставить ценовую политику прошлого года. Если в целом говорить, то билеты будут стоить от 500 рублей до 3000 на самые дорогие места первой ряды. На фестиваль в этом году приедут Юрий Стоянов, Павел Прилучный, Елена Борщева, Ольга Прокофьева, Анастасия Спиридонова, ансамбль «Чистые голоса», Андрей Ургант, Юлия Такшина и другие. Амурчане увидят моноспектакль Василия Мищенко, который будет членом жюри. Готовит свою постановку Лиза Арзамасова. Сюрприз ждет поклонников Натальи Бочкаревой. Мы с Наташей давно уже говорили о возможности привезти ее картины и представить ее таким образом неожиданно. Она и рулят нашего фестиваля за спектакль и выступала на открытии. Как певица, человек многосторонний и талантливый, мы привезем ее картину. Будет открытие ее выставки. На этом у меня все. Проводите время с пользой и будьте с культурой на «ты». Пересмотреть этот выпуск или другие наши проекты вы всегда можете на сайте amroble.tv. Еще больше информации на страничке Instagram. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова